Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, психофизиологи уважаемые и организаторы от медицины. Смотрите, я вновь открыл на своем экране, на своем компьютере 749N приказ Минздрава Российской Федерации, который определяет, какими методами должны пользоваться психофизиологи предприятия при проведении, в данном случае, открыт раздел 47 о предсменных психологических обследованиях. Предлагается в этом приказе использовать две методики. Оценку вариабельности сердечного ритма, короткая запись 5 минут и сложную зрительно-моторную реакцию на звук и свет, реакция выбора, тоже она занимает определенное время. Я вам должен сказать, приказ создан не практиками, а теоретиками от медицины. И скорее всего получится так, что на любом более-менее серьезном здравомыслящем предприятии и организации существуют нормоконтролеры. Это люди, которые рассчитывают поминутно, посекундно, рассчитывают те трудозатраты, временные прежде всего трудозатраты, которые складываются в конечном итоге в оплату, заработную плату работников. Ни один нормоконтролер на предприятии не пропустит вот такую процедуру на своем предприятии. За это надо платить людям деньги. Люди должны будут приходить, мы это пробовали, пытались ввести, это не получилось. Другими словами, люди должны будут приходить на это обследование, на свою работу еще за час. И этот час, когда они будут проводить на работу, предприятие им тоже должно будет оплачиваться. Представьте себе смену, предположим 100 человек, которые выходят на предприятие, их всех надо пропустить через вот эти аппараты какие-то. Я не знаю какие, что предложит Минздрав в этом смысле, их не существует в природе. Они есть, изготавливаются наверное кем-то, но я не знаю пока кем, надо искать и смотреть в интернете. То есть те аппаратно-программные комплексы, которые позволят замерять натворябельность сердечного ритма и осуществлять сложную сенсомоторную реакцию на свет и звук. Одним словом, ни один нормоконтроллер, такие временные трудозатраты перед выходом на рабочую смену, смены допустим, ну пускай это будет 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 человек, не пропустит. Просто-напросто, это нереально. Это я вам говорю, как практик, пытавшийся ввести эту систему на крупном нашем предприятии, которое мы обслуживаем. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok